Борьба с коронавирусом. Билет в новый дивный мир. Статья на Орегнуме за 28 марта 2020 года. Владимир Павленко. Вторая часть. Епископ явно выступает не без ведома Святого Престола, поэтому самое время вспомнить декабрьскую публикацию в Иорегнум Станислава Стремедловского, в которой рассказывалось о программном рождественском выступлении Папы Римского Франциска перед Римской Курией, в котором происходящие перемены были охарактеризованы как эпохальные. Призвав понять вызовы настоящего времени с проницательностью, понтифик заявил, что христианского мира больше не существует, что он по сути разрушен изнутри и в связи с этим призвал к новой евангелизации. Дается ссылочка. При этом, как указывает в своих работах известный критик Ватикана Ольга Четверякова, новая евангелизация на основе автократической централизации управления против епископальной коллегиальности была провозглашена еще Папой Иоанном Павлом II, ближайшим с подвижниками, которого тогда выступили многолетний госсекретарь Святого Престола кардинал Агустина Казарули и будущий преемник нынешней почетной Папы, Бенедикт XVI, тогда кардинал Йозеф Рацингер. Последний в бытность уже Папой в 2009-2010 годах, обвиняя мировых финансистов в только что завершившемся финансовом кризисе, неоднократно призывал создать мировое правительство. Суммируем. Католическая новая евангелизация на развалинах ЕС, военное положение от Генсека ООН и мировое правительство от отставного, но влиятельного представителя англосаксонских элит, плюс расширение полномочий ВОЗ и других ключевых глобальных институтов 20-ки в ходе закрытого от СМИ онлайн-саммита, которому приурочены эти инициативы. На этом информационном фоне обращает внимание интервью подзабытого американского диссидента Эдварда Сноудена, которое он на днях дал организаторам международного кинофестиваля в Копенгагене. Специалист, знающий толк о высокотехнологичном шпионаже, отмечает введенные в ряде стран, в частности, в Израиле, Иране и США, меры по вычислению мест нахождения, маршрутов передвижения и контактов больных или подозреваемых на болезнь с помощью геолокации их мобильных телефонов. Отметим, что аналогичные меры уже на уровне поручения премьер-министра Минкомсвязи по информации СМИ готовятся и в России. Они уже знают, что вы ищете в интернете, они уже знают, куда движется ваш телефон. Теперь они знают, какой у вас пульс, что будет, если они объединят эти данные и предоставят их искусственному интеллекту, сообщает Сноуден, и отмечает, что меры, принимаемые в условиях чрезвычайной ситуации, в особенности сейчас, имеют тенденцию оставаться надолго. Чрезвычайные ситуации растягиваются на продолжительное время, подчеркивает специалист, и властям становятся удобны их новые возможности, им начинает это нравиться. На следующий день после введения в Москве системы ограничений для лиц старшего возраста СМИ распространили информацию о том, что 63 тысячи человек, которые относятся к возрастной группе свыше 65 лет, запрет московских властей нарушили. Говорилось и о том, что это было установлено по попыткам использовать заблокированные социальные карты при проезде на транспорте. Нет вопросов. Если речь идет об остановке распространения эпидемии, подобные меры могут считаться оправданными, но устанавливаться должны, как подчеркивают представители РПЦ, комментируя попытки отменить богослужения в храмах законом, а не решениями исполнительной власти. И главное, кто даст и выполнит гарантии, что концом эпидемии завершатся и подобные эксперименты в сфере тотального контроля. Ведь если Сноуден прав, и описанные им планы получат широкое хождение по миру и после окончания пандемии. Как специалист в технической, прикладной, а не политической сфере, экс-сотрудник АНБ, конечно же, переоценивает возможности внутреннего электронного шпионажа на нынешнем уровне, и его развитие пока не представляется возможным охватить все необходимые для этого базы данных. Но мы же понимаем, что это дело техники, и именно поэтому Сноуден особо обеспокоен чрезмерным интересом власть придержащих технологиям искусственного интеллекта, в частности, к теме больших данных. И лишь вопросом времени, по оценкам ряда вирусологов, является появление новых, еще более агрессивных вирусов, поэтому многие из них оценивают то, что происходит в мире сегодня краткими характеристиками учения или генеральная репетиция. Цифровой концлагерь, как иносказательно именует все эти процессы, получающие импульс к развитию именно в экстремальных ситуациях, которые вполне могут создаваться чьими-то усмотрениями и в определенных интересах, имеет хорошо известную трактовку и в библейско-евангельском прочтении. Поэтому в заключении весьма кстати вспомнить проектное пророчество британского интеллектуала Олдоса Хаксли, внука Томаса Хаксли, одного из ближайших соратников шефа британской разведки Герберта Уэллса, Чарльза Дарвина, родоначальника социального дарвинизма, а также Фрэнсиса Гальтона, создателя Евгеники, учение о естественной природе расовых различий и закономерности расовой сегрегации. В книжке «О дивный новый мир» Хаксли младший представляет себе будущее человечества следующим образом. Демократия изменит свою суть. Старые и странные традиции, выборы, парламенты, верховные суды останутся, но базисом будет ненасильственный тоталитаризм. О демократии и свободе будут постоянно говорить по телевидению и писать в прессе, но это будут не более чем слова, пустые по смыслу и формальные по содержанию. В это время правящая олигархия и ее хорошо натренированные элитные подразделения солдат, полицейских, фабрикантов мыслей и манипуляторов сознанием будут править миром по собственному усмотрению. Помните анекдот брежневских времен, в котором на вопрос о том, будет ли ядерная война, следует ответ, война нет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Ничего не напоминает? Владимир Павленко, борьба с коронавирусом, билет в новый дивный мир?